Мы неоднократно освещали тему о необходимости привлечения подрастающего поколения к занятиям радиоспортом. Именно в увлечении радиолюбительством славянские и кубанские ребята находят прекрасный способ для расширения кругозора, освоения новых знаний и современной техники. Краевые соревнования юных радиолюбителей «Маяки Победы», которые прошли в Славянском районе на базе крейсерско-парусной школы, собрали увлеченных ребят. Увлечение радиолюбительством в настоящее время активно возрождается. Ребята из Славянского, Мостовского, Ленинградского районов и Краснодара собрались на базе крейсерско-парусной школы в нашем городе, чтобы выяснить, кто лучше овладел радиоспортом. Состязания «Маяки Победы» были посвящены Дню освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Цель этих соревнований – развитие технического и радиотехнического творчества среди детей и молодежи Кубани. Директор Центра детского и юношеского технического творчества Краснодарского края Владимир Щебетун, высоко оценивая активность славянцев в развитии радиотехнического направления, сказал, что далеко не случайно именно здесь стартовали региональные радиоспортивные соревнования «Маяки Победы». Популяризация радиотехнического творчества – она сверхактуальна. Почему? Потому что мы понимаем, насколько радио сегодня активно входит. Не то, что входит, оно в нашей жизни. Мы знаем, что радио пользуются сотрудники полиции, радио пользуется МЧС, радио пользуется наша скорая. Мы просто, наверное, мало стали разделять, что такое сотовая связь и что такое радио. Есть программы радиотехнического творчества, где ребята создают радиоприемники, передатчики, датчики. То есть это все достаточно очень интересно. Это целая такая жизнь с комплексом. Ну и, конечно, по поводу того, что мы уже в этом году третий раз приезжаем в Славянск на Кубани. Почему? Потому что здесь очень уникальный климат, на мой взгляд. Климат и со стороны управления образования, и со стороны радиолюбителей. Ну и поэтому, конечно же, нам приятно сегодня приезжать сюда, и мы видим в этом большую перспективу. Юные славянцы украсили своим выступлением торжественное открытие престижных состязаний. Музыка Музыка Главный судья соревнований Виктор Варакин проинформировал участников о том, что им предстоит сделать и как добиться успеха. Задания сложные. Нужно по карте определить место нахождения точки заранее расположенной. Нужно по карте на нее выйти, найти судью, обозначить, как точка называется, то есть, и по радио передать контрольный номер, что вы на точку вышли, что на ней находится. Вторая программа – это определение предметов в металлических, неметаллических, вскрытых коробках. Все это без дополнительной техники, все это с использованием своих гаджетов, которые есть на руках. То есть, я пытаюсь объяснить ребятам, всем присутствующим, что гаджет – это не только игрушка, но это достаточно серьезное техническое средство, которое можно использовать для места определения, для определения металлов, для радиосвязи, и вообще очень много других параметров, которые программное обеспечение в этих гаджетах позволяет сделать. В числе участников было около 50 учащихся Центра дополнительного образования Славянска на Кубани. Славянские ребята, которые успешно осваивают радиодело, занимаясь в специализированных кружках, готовились к состязаниям и старались показать себя с лучшей стороны. Я очень рада принять участие в соревнованиях по радиоспорту «Маяки Победы». Я учусь в ОТТ, отделении синического творчества, являюсь учеником и состою в команде инженера будущего «Космос рядом». Мы решаем задачи НТО, ездим на такие соревнования, как запускаем спутники, и также мы занимаемся радио. На территории крейсерско-парусной школы опытные славянские радиолюбители развернули мобильную радиовыставку и продемонстрировали свои технические достижения. Участники соревнований задали им вопросы и получили на них подробные ответы. Радио в себя включает очень много всевозможных направлений. Это не только совершенствование радиоаппаратуры и антенного хозяйства. Это всевозможные радиосвязи на УКВ, через любительские спутники, а их около ста сегодня в космосе находятся, в том числе один геостационарный. Сегодня это работа через Луну. Сегодня радиолюбители работают на поиск редких корреспондентов, находящихся в радиоэкспедициях на далеких островах и континентах. Радиолюбители проводят массу всевозможных мероприятий. Соревнования проводились в три этапа. Геокэшинг, сапёр и конкурс по скоростной передаче радиограмм, радиомногоборье. По активному участию школьников в мероприятии было видно, что будущее у этого направления есть. Ребята получили массу положительных эмоций и новых впечатлений, проходя испытания. По итогам соревнований очень достойно выступили славянцы. В геокэшинге славянцы заняли все призовые места в младшей и средней возрастных группах и взяли серебро в старшей. В соревнованиях сапёр в средней возрастной группе победил славянец Роман Полевой. Третье место у Дмитрия Безгласного, бронза и у Киры Слабой из старшей группы. В радиомногоборье славянцы в младшей группе завоевали первое и второе места, в средней все призовые места и в старшей взяли золото. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».